Вы сегодня замечательно поёте, отчасти потому, что я петь уже не могу и не хочу. Нет, я, конечно, хочу, но не могу. Вернее, я и могу, но не очень хочу. Короче, короче, неважно почему, мы будем петь вместе. Мы сейчас будем петь вместе вот это. Попробуем вместе, да? Три, четыре. Как будто вы не знаете, о чём речь. Давайте. Как будто вы в таверне. И как будто вы пьяные моряки. Даже вы, девушки, ну-ка скажите. Скажите страшнее. Скажите так, чтобы не только губка Боб испугался, но и я. Да, капитан. Кто проживает на дне океана? Оке-доке, оке-доке. Вместе будем петь, вместе. Не пугайтесь, что я буду вот так вот петь мимо микрофона, совсем мимо микрофона. Это чтобы было лучше слышно вас. Текст забыл! Потому что нет, спокойно, текст я знаю. Потому что когда поют, когда поют много людей вместе, в этом есть что-то очень волшебное. И мы, конечно, не можем удержаться от того, чтобы снова это волшебство здесь не устроить. И я хочу вам сказать, когда мы увидимся в следующий раз, нет, вернее, не так, когда эта песня закончится, и вы выйдете на улицу. Пожалуйста, не выходите на улицу сразу. У нас не так много слушателей, чтобы еще вы прослужались и заболевали. И, кстати, у нас не так много слушателей, чтобы терять их из-за разных несчастных случаев. Поэтому, пользуясь случаем, хочу предложить вам наши замечательные светоотражатели в виде маяка. Просто повесьте его куда-нибудь на одежду, и у вас будет видно на дороге метров за 60. И машина успеет затормозить. Повесьте их на своих девушек, на своих бабушек, мам, детей. Это полезная штука. Не ждите, когда за отсутствие этого будут штрафовать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!